Итак, еще раз здравствуйте все, кто подошел сейчас. Очень рад вас всех видеть. Продолжим. Значит, действительно, где действительность? Где же, помните, вот это, как говорил Архимед, дайте мне точку опоры, я Вселенную поверну. Ну, Землю. Когда Земля казалась, что это и есть Вселенная. Есть ли вот эта точка опоры для действительности? Причем, видите, слово действительность, это действие тела, да? То есть действительность как некая объективирующая реальность. Где? Где эта точка опоры? Вот мы только что говорили, есть плотное тело, есть более тонкие формы телесности, есть ментальное, каузальное, там каких только тел не придумывали в теоретических сферах. Есть ли действительно опора какая-то вот для того, чтобы мне заявить о том, что я есть и я что-то делаю? Потому что в противном случае все размазывается, как манная каша. Если нету какой-то сборки, точки сборки, то, собственно говоря, вообще кто сюда пришел? Кто? Ну, помните вопрос, кто я, да? Вот так вот тупенько-тупенько начинаешь себя третировать по этому поводу. Кто я и где? Люблю вот этот анекдот из советского периода. Был такой, помните, у нас генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев. Зашел он как-то на трибуну, он говорил медленно, и все люди обычно, что бы он ни сказал, хлопали. И он говорит, идея! Все, ура, ура, Леонид Ильича, идея! Он опять, идея! Все, ура, ура, вообще идея, идея! И вот так в конце, где я? Ну, он же с Украины, знаете, да? Где я вообще, действительно? Вот где вы сейчас? Куда вы пришли и кого вы привели? Вот, смотрите, у вас есть Я и еще вот тот, который говорит свое. Сразу вот речь вас выдает, что вы немножечко неадекватные. Что вы с собой водите какое-то Я. При этом, кто из вас кто, вы – это тот, кто водит Я, или Я – это тот, кто кто? Вообще, вот есть такой текст очень серьезный, Праджня Пармита. Ну, «Алмазная сутра», да, слышали, наверное, не раз. Это очень важный текст, для меня, во всяком случае, был. Впервые я его перевод увидел в такой тоненькой брошюре «Психологические аспекты буддизма». Абаев такой перевел его в 89-м или 88-м году, я сейчас не помню. Я, когда читал этот текст, совершенно был поражен. Поражен очень странным моментом, что Будда сообщает предельную истину. Что вот это сообщение предельной истины – это и есть предельная истина. А суть этой предельной истины – что ее нет предельной истины. суть предельной истины – что для нее нет нигде основания. что есть вот такая тотальная деконструкция, чтобы я не пытался изобразить, ну, как понимание, кого я вожу, кто я, к чему я стремлюсь, что я делаю. Я все время попадаю мимо целей. В этом и состоит основа праджи-непармиты. что нету никаких слов, которые могли бы что-либо определить, да? А раз нету слов, но самое главное – нету и смыслов. То есть я уже… да, пожалуйста. Мне вот к этому поводу вопроса нужно как бы… Давайте, давайте. Если психолог в конслагере написал книгу и сказал, что выживали только те, которые какой-то смысл имели, те, кто растеряется, можете это прокомментировать? Да, да, прокомментирую. Действительно, здесь шел процесс выживания туловища. Очень жесткие рамки, где все было максимально материализировано. То есть вытянешь ты физическую форму, или же она рассеется в результате болезней или очень серьезных впечатлений. Там у людей практически не до каких духовных поисков. Соответственно, все зависело действительно от концентрации. То есть это как раз и подсказка, что материальный мир жиждится не сам на себе, а на концентрации внимания. То есть те, кто собрал внимание, те вытянули свои формы. Те, кто внимания не собрал, те были рассеяны. Но там цель была четкая – вытянуть форму, чтобы она дальше жила. Там не стояла задача недеяния. Хотя говорят, что были там ребята, которые просветление, возможно, получали. Потому что чем хуже, тем лучше. В самых жестких условиях ты начинаешь действительно вот эту зыбкость ощущать. Что действительно есть воля, есть вера. Кстати, вот в наших концлагерях верующие вот точно так же. Все загибались, загибались, а те, кто верил в Бога, те дольше всего вытягивали. Потому что у них была цель еще выше. То есть не просто тело, а то, что есть некто, кто даже в этих жутких условиях все равно помогает мне. То есть не на свое «я», вот мелко-шишовое материальное, а что есть другое. И оно, так как я принимаю Господа, оно со мной. И оно меня вытягивает. Эти примеры как раз очень были интересны в этом плане. Поэтому тут все нормально. Просто этот пример, он не для тех, кто пошел дальше. Но как пример того, что дух первичен перед материей, это да, это так и есть. Воля, устремленность, концентрация делают удивительные вещи, вплоть до чудес. Ну вот как раз во время той же войны. Вот я в одном из видео рассказывал, напоролся на видео одного танкиста, который рассказывал, что когда их башню пробил снаряд, он его руками поймал и положил на пол. А он летел и крутился, срывая кожу у него. То есть он настолько был концентрирован, что материальный план перешел в какой-то вот такой другой вариант жизнедеятельности. И куча всяких там, про всяких матерей, которые поднимали машины, которые там несколько тонн весили, ну когда они там могли раздавить ребенка или еще что-то. В общем, все вот эти примеры, они очень локальны, но они действительно показывают некую предельную ситуацию, где мы, я вот, например, могу сам себе начать ставить вот эти галочки. Мое тело не совсем то, что я привык о нем думать. Ну мы начали с тела. Что тело, это помните, вот я тоже недавно сейчас, ну я все время об этом говорю, что любая телесность — это лишь определения, определения, которые даются при помощи понятий. Ну такие термы. Ну термы — это типа пограничные столбы, которые фиксируют что-то, что не имеет ничего. Что, вот я говорю, тело. Какое тело-тело? Есть тело-тел? Мы знаем, тело есть там у животных, у человека, у геометрических фигур, у металлов, если они конструкции какие-то сложены. То есть тело — это некая абстракция, да? Понятно, да? То есть когда мы говорим о телесности, мы говорим не о чем-то конкретном, а о чем-то абстрактном. А где в моей телесности вот именно моя телесность? Та, которая не является просто вот некой абстрактной категорией. Ну я говорю, моя телесность биологическая. Но слово биологическое, оно такое же, как и слово телесность. Потому что биологическое — это вообще прилагательное. Оно характеризует кучу всяких биологических. В чем биология человека уникальна? Знаете, что у нас с большинством живых существ, даже с червяками, по-моему, 90% ДНК одинаковые. То есть то, что формирует биологическую основу моего материального тела, это не мое, это универсальный принцип жизни. Да? А где же здесь человек вот в телесности? Где в биологической телесности человеческая? Ну мы начинаем говорить, что это типа разум. Разум, да? Но это еще хуже. То есть с телесностью еще было как-то более-менее объективируемо, да? Мы видели разные тела и могли их как-то классифицировать. А как разум, где его мысли, формы и классификации? Можно начать спорить, что вот есть животный разум, есть разум растений, есть разум минералов, есть такие классификации. И есть вот человеческий разум. Но сами понимаете, это вообще ни о чем. Это даже наука, вот здесь мы под ее сенью находимся, она не признает никакие другие разумы, кроме тех, которые вот формируются интеллектом, логикой и фиксируются, ну хотя бы психологией. А что фиксирует психология? Вот в этом плане очень хороша сейчас Черниговская, которая вот разваливает все эти психологические фундаменты. Ну их там целая банда на самом деле. Американцы еще лет за 20 до этого начали уже все это дело при помощи томографов этих раскручивать. Что нету никакой детальки, которую мы могли бы назвать разумом. Что-то такое происходит в биологическом теле. Ну томограф это и фиксирует. Но он фиксирует, вначале думали электрические разряды, да, типа там между нейронными сетями. Потом стали понимать, что это химические какие-то процессы. А потом вообще начали говорить о каких-то энергетических процессах. То есть, соответственно, электрический это не разум, химический это не разум, а энергетический это что такое? Само слово энергия что означает? Это тоже абстракция полная, потому что есть энергия такая, сякая, пятая, десятая. То есть, начинаем залазить, конечно, в фундаментальную физику, и там все, кирдык. Там эти в 60-х годах любители ЛЦД напридумывали квантовую физику, которая, ну, есть просто тотальное противоречие и принятие разрозненных каких-то концептов, утверждающих вообще непонятно что. То ли есть материальность, ну, в виде квантов, то ли нет ее, и вообще что тогда материальность? То есть, действительно, само слово материальность уже, видите, диффузирует и перестает. Так действительно, где же тогда я для телесности буду брать вот что-то, что бы могло быть, ну, вот, на что я мог бы опереться, говоря о себе как, ну, хотя бы частичной телесности. Потому что даже вот то, как я себя фиксирую, как биологическое тело, например, мужеского пола, это же условность. Условность. Где мужественность во мне? В гениталиях, что ли? Так их сейчас отрезают там, что делать с ними. Нет. Мужественность — это, ну, черты характера все-таки, наверное. То есть, нет, все-таки гениталии. Ну, если он, ну, вот, вот, нетрадиционной ориентации мужчину, ну, нет, значит, не гениталии. У него такие же. Там можно говорить о гормонах, но, знаете, можно наколоться и даже эти груди вылыблась. То есть, в физической форме мужественность нигде не находится. Мужественность — это все-таки социальная роль. Социальная роль, там, брать на себя ответственность, заниматься войной, доминировать во власти. В общем, какие-то такие атрибуты. А если я этим не занимаюсь, но при этом и традиционной ориентации, вот, мужчина я или нет? Если меня не интересует ни власть, ни доминирование, убивать никого не собираюсь. Наоборот, как в фильме «Монах и бес». Увижу кузнечика, и слеза пробивает невозможное. Люблю, не могу. Вот если я люблю всех. Чего, я не мужчина теперь? Как вы думаете? Это сложнее всех любить мужчину. Ну, опять же, я люблю не так, как трансвеститы, а вот как вот Кузнечиков. Отмазался. Нет, ну здесь у нас есть хорошие примеры, которые вообще у нас очень нормально светят. Это там любовь Христа, да? Он же тоже всех любит. А вот он кто, мужчина или нет? Да ну вы что? Не рожает, есть женщины, которые не рожают. Но мы опять на функцию сошлись. Это биологическое. Да. Функция – это ничего не значит. Я говорю, мужчина и женщина – это социально-ролевая конструкция, понятийная. Целый комплекс понятий ее формируют. Начинаешь их растаскивать в разные стороны, все расплывается. Откуда берутся роли? Вот еще хуже. Откуда вообще слова берутся? Потому что роль – это уже одно из слов. Как? Вот прямо сейчас, поразительная вещь. Никаких слов нету. Ну, как вот реальных. Это просто абстракции. Как же они у вас тогда там живут и формируют какие-то смыслы? Прямо вот сейчас то, что мы называли разумом. Это очень важный момент. Потому что это способ, собственно говоря, начать недеяния делать. Потому что пока у вас что-то в уме там слепляется в виде вот этих непонятных, как слепляющихся, каким образом наделяющихся, ну, понятно, что социальные роли, социальная память, социализация. То есть на нас надавливали, чтобы я был мужчиной, чтобы вы были женщиной, чтобы я был там россиянином, вам сейчас объясняют, что вы украинцы. Это все надавливания такие. И вы хотите – принимайте это надавливание, а хотите – не принимайте. Выбор совершенно верный. И вы все в курсе, что, в принципе, глубоко-глубоко вы можете, вот я говорю, вообще, вот я говорю, самые основы разобрать. Ну, вплоть до того, что вы не человек. А эльф шестого уровня. Дело не в том, что как жить без ролей, а дело в том, что зачем им придавать такое уж важное значение. Вся проблема начинается, когда мы этим ролям начинаем придавать значение. Ну, вот, или, например, если у вас, это не про вас, но вот бывают случаи, родился ребенок, и не ту гендерную роль начинает примерять. Вы же на него начинаете давить, и ему дурно становится. А надо на него давить, чтобы он стал? Ну, раньше, знаете, леворуких переучивали в праворуких. Надо ли надавливать на человека? Вот оттуда роли берутся. Есть социальная среда, она надавливает автоматически. В школе, родители, потому что родители думают, не дай боже, мой будет нормальный ориентак. Ну, это вот как бы такая сейчас тема. А вот откуда, кто решил, какая роль правильная, а какая неправильная? Вот нынешний мир постмодернистский, он очень в этом плане прекрасен. Что, а действительно, кто будет решать, какая роль правильная, а какая неправильная? Вот знаете, вот этот кошмар, который сейчас между Россией и Украиной. Кто прав? Кто будет решать? Американцы, россияне, украинцы или Церковь Христовая? Кто будет решать? Кто прав? Вот, еще один вариант есть. А время все растает? Время все растает. Но это значит, никто не решает. Это значит, мы отпустили на это сам. Доминирующая парадигма. Точно, совершенно верно. Кого больше, тот и будет решать. У кого средства массовой информации есть, тот и будет решать. Но разве это для меня, свободного человека, является критерием? Я вот лично средства массовой информации только в силу своей специальности отслеживаю. А смысла в тебя не вникаю. Но это все работает, если ты встраиваешься. Ну, вот, а видите, а теперь спрашивается, а внутри тебя кто является критерием, в какую систему встраиваться, если уже ты там встроен? Вот я уже говорил, вы уже встроены, что вы женщина. И определенные национальности, и определенные культурные идентичности. И вы можете просто видеть, как вот эти все штуки у вас будут в разных ситуациях вылазить наружу. Вот я говорю, в воспитании детей, в реакции на политическую ситуацию, в реакции там, на все что угодно. Они будут вылазить. Теперь спрашивается, кто в доме хозяин? Кто? Опять, очень важный момент. Вот то, о чем мы с вами говорим, это не для публичного поля. В публичном поле там все на местах, и все свои ролевые функции должны выполнять. Милиционеры – милиционерить, водители – водительствовать, политики – политикствовать. В общем, все матери рожать, там, отцы – деньги добывать. Вы же пришли сюда не для этого. Вы вот пришли повыяснять, а где критерии, на которые я мог бы опереться, чтобы хоть какое-то суждение сделать своим. Могу ли я хоть одно суждение сделать своим? И вот начинается, а где я свой? Кто? Да, кто? Ну, кому надо, это уже пошло, что делать, кто виноват. Главное – это кто? Кто здесь я-то? Кто здесь я? Вот вы все здесь сидите? Кто-нибудь нашел я? И, наверное, пытались искать, уже слышали, да, вот во многих сатсангах. Ну, Махарш еще начал вот эту тему. Я есмь. Так. Извините, а вот вопрос, кто я? Это же не вопрос персонажа, это вопрос неотразделенного сознания, которое сохраняет устремление к источнику, или нет? Как угодно можем сейчас сформулировать. Видите, мы начали, у нас уже включился формулятор, который опирается на какую-то концептуру. То есть, действительно, мы можем и с точки зрения социальных детерминаций попытаться, и с точки зрения, там, трансцендентальных каких-то уровней. Вот я уже говорил, что у нас есть тонкие я, тонкоментальные я. Есть, скажем, религиозная концепция, что все в руках Божьих. И Он милостью своей позволяет вам в я побыть. Кстати, вы как вы думаете, вы вот вообще чем-то управляете или же... Так вот, о том и речь. В каком месте у вас эта степень сидит и в какой степени она находится? Помните вот этот дурацкий вариант? Вот я поднимаю сейчас руку. А почему не эту я начал поднимать? А почему я ее не вперед направил? И даже вот я ее направляю, ни одной мышцей я не управляю. Ну, то есть, я типа думал, что это самое... Ну, помните, опять же, вот эти томографы показывают, что я за полсекунды до этого мозг уже сигналы все отрегулировал, и она появилась. То есть, я элементарную вещь не могу воспроизвести, а как я могу тогда делать суждение какое-то глубокомысленное, делать то, что мы говорили. А кто вообще понятия-то эти насоздавал, и кто их сцепляет? И почему они сцепляют? Обратите внимание, все сцепляется. Все очень закономерно, логично. Все очень пропорционально. Все вот в мире хаоса нет, деревья растут определенным образом, планеты крутятся, там вообще геометрия сплошная. Даже в микромире, там, хотите, ЛЦДшники пытались что-то там наковырять, и то видят, что все по формулам. Все по формулам, никаких там скачков. Ну, бывает, что они там придумывают какую-нибудь климатину, но потом выясняется, что это просто был такой недосмотр. А есть причинно-следственная связь у всего. Вот. А кто запустил причинно-следственную связь? И как это вот... Смотрите, самое-то интересное, то есть, чтобы у нас это не превратилось в очередные нарративы, что вот вы сейчас здесь присутствуете, и это прямо сейчас происходит с вами. Вот вы меня слушаете, и вот вы можете прямо задавать, кто слушает. Каким образом я сейчас вот эту мысль превращаю в какую-то логическую цепочку? Есть ли в этом какой-то смысл в превращении этом? Есть ли вот прямо сейчас вот в этом смысл? Ну, если вы сказали, нет, все, галиматя какая-то получается. А что ж мы тут сидим? Нравится. Вот, понеслась смысл. Как это говорил Достоевский, красота спасет мир. Смысл в красоте. Приятные ощущения. У кого? Надо же где-то находиться. Надо же где-то находиться. Видите, то есть начинать, надо же где-то находиться, это попытка замылить ситуацию. Типа вы... да, это защита. Вот молодец, кто сказал, что очень важным моментом является вот во всех этих ситуациях сейчас присутствие, что ни в коем случае нельзя расслабиться, только бесконечное напряжение, и при этом напрягаться некому, и нечего. Вот парадокс. И при этом должна быть такая... ни в коем случае нельзя сказать, что это самое... само. Потому что как так получилось? Вот смотрите, еще раз. Некоторые из вас, наверное, уже пытались вот этого я искать. Вот многие из вас там уже там за 30, даже за 40 лет. Как же вы дожили до такой жизни, что вы не знаете, кто вы? Кто-то знает, а кто-то не знает. Но если вы знаете, зря сюда пришли. Делать тут больше нечего. У меня просто был выбор, я вам говорю. У кого? У меня. Кто это? Вот я. Вот. В каком месте вы, вы? У меня просто передо мной стояло выбор. Перед кем? Уводите тему. Перед моим... перед сущностью. Ох ты! Это началась история, что есть вы, а еще и моя сущность. Вы с собой сущность таскаете свою? Конечно, она у вас привязана к телу. Она у вас привязана к телу? Да. Смотрите, как начинает тум выворачиваться, всякую ерунду говорить. В каком месте привязан? Не поймем. И понятия никакого не будет. Момент очень, на самом деле, серьезный. Это настоящий вопрос. Ну, то есть вы предприняли попытку заявить, что вы есть. Давайте, заявляйте. Где вы? И вот я здесь. И вот я здесь. Где? Вот в этом зале. А зал где? Слушай, у вас. Зал Украины. А Украина где? Украина... Вот прям здесь есть Украина. В зале опять? В зале. Нет, на самом деле, видите, это умственная тема. Он вас так все время обманывает. Он три шага делает, запутывает. И вы такие думаете, ну, не дураки же это все придумали. Там пространство, государственность, там землю, галактики. Все где-то находится. И вот он я. Здесь. Ну, так случилось. Так случилось? Молодец, уже лучше. Я в определенной садике пришла, привела... Так, а вы себя нашли вот в этой так случайности? Ну, я здесь. Вот я здесь, отлично. Сидите или же висите? Нет, я сижу. То есть вы в задней части сосредоточены? Нет, я не пытаюсь понять, что происходит. А, еще хуже. Видите, размазывается. Нет, это так. Просто иных вариантов нету. Иных вариантов нету. Это не к тому, что я вот сейчас подлавливаю. Это вы сами можете с собой делать такие вещи. Здесь у нас нету задачи там кого-то победить, убедить или переиграть в словах и в смыслах. Потому что очень важно быть очень честным к себе. Действительно, я там 30, 40, ну, у кого сколько лет. И до сих пор не могу себя найти. При том, что вот действительно я-то здесь. Это настолько очевидное. Только, опять же, кому очевидное? Вот как только начинаем искать какие-то формы определенности, сразу же вываливаемся из этой ситуации. А если не искать, то сразу попадаем в такое затупление, что тоже не очень хорошо. Я же говорю, должна быть острота жизни. Потому что вообще основная проблема, почему многие люди сюда пришли, что остроты жизни не чувствуют. Что должны быть какие-то веселости в этой жизни. Ну, чудесности. Ну да, я и про это и говорю, что должно быть интересно. Если интерес начинает затупляться, человек начинает искать, в чем смысл жизни. Вначале он ищет это на поверхности. То есть пробует всякие, ну, например, ну, еду можно пробовать, знаете, так вкусно, так вкусно, так вкусно. Но там еще и Пикур сказал, одно пирожное ешь, классно, два пирожное ешь, а третье уже не очень. А если у вас десятые будут, то это уже пытка. То есть с телом очень просто. И причем на всех уровнях там. Если вдруг себя ныть, значит, будет тот, кто себя нашел и тот, кого нашли. Да. Но, видите, все испортило слово «если бы», да, «кабы». Вы предположили, а это сразу мертвая история. Зачем нам отпускаться в некий, это, знаете, мыльный пузырь мы надуваем, что, а вот если бы было вот так вот, вот так вот, и было бы это вот так вот, вот так вот. И понеслась история на миллион лет. Для вас это вот, ну, вот никак это, это никак не относится к тому, что вы вот сейчас и вот прямо уже. А как вы уже прямо сейчас? Не выражая это никакими мыслями, не выражая никакими образами, ощущениями. Да просто так, да? Ну, это опять же обман. Как просто так? Как просто так я вот... Просто есть. Просто есть. Ну, когда понимаешь, что тебя нет, даже нет. Если есть, то есть. Чтобы сказать, что нет, то уже должен быть кто-то. Ну, да. Беспросто. Ну, вы же, вот весь смех состоит в том, что вы просто вот сейчас есть. Так есть. Так есть. Как так? Как есть. Беспросто. Я есть. Да, беспросто. Это я есть. И даже без есть. Я. Кто? Я. И все вообще-то обманываются. Даже можно... Совершенно верно. Можно сейчас просто сесть, замолчать и вот в этом молчании погружаться в это дело. А может быть никто? А может быть нигде? Да. Никто. А кто никто? Кто-то ответил вообще на этот вопрос из древнего? Да, мы сейчас уже десять раз ответили. Только нас этот ответ не удовлетворит никогда. Потому что разбегается. Никогда не удовлетворит. Вот все вот эти, даже те, которые просветленные, они же тоже занимаются тем, чтобы пытаются каким-то образом подвести. Трудно, чтобы здесь удержаться, на этой земле, все время такого поздно. Нет. И его миллионы лет уже этих было, там, бодхисат всяких, и будд даже, говорят, их там тысячи были. Все уже сто раз подводили. Но никто не смог оставить, вот единственное, вот я говорю, про пражня парамита, каким-то образом вот вытряхивает что-то такое. Что само учение состоит в том, что никакого учения нет. Что нет никакого учения. Что учение может быть только тогда, когда вы начинаете допускать момент, что вы и есть это учение. А вы не допускаете, потому что вы себя минимизировали. Превратили в тело, в чувства, в мысли. То есть у вас есть набор каких-то категорий. А мы перед этим сказали, что эти категории пустые. Раз вы не эти категории, а просто есть уже, тогда какой вам Будда, что может рассказать? Кто вы? А мы сами Будда. Сами Будда. Но вы же это сейчас не прочувствовали прямо? Прочувствовала, молодец. Нет, вы разговаривать начали. Ну, вот вы сейчас совсем честно скажите, вы поймали Будда? Ну, вот видите, сам ответ говорит о том, что, ну, играем в славу, продолжаем, да? Ну, это вообще ни о чем. Но если мы так сказали, ну, можно опять же остановиться. Мы же хотим в этой игре выйти за пределы. Вот, ну, немного о, скажем так, о этом страхе, который вот в этом остроте, он присутствует, этот страх? Да, конечно же. За всеми вот этими нашими уловками мыслительными стоит очень страшная вещь, что мы-то на самом деле не хотим этого. Потому что это ужасно. Действительно, там кроется небытие. Потому что все, что бытие, это то, что мы определяем каким-то образом. Неважно, хоть самое тонкое, самое мельчайшее, самый квантовый квант, который даже, вот видите, этот базон ищут. Ну, вроде бы нашли что-то, но когда я почитал, что они нашли, это глимацья полная. Это просто там детектор, там по миллион раз какую-то статистику набирали, решили вот, что вот в этой статистике скрыта какая-то информация о чем-то. Никакого ничего не находят. Искать некого негде. А раз некого и негде. И вы никто прямо сейчас, смотрите, вы никто прямо сейчас. Вот как бы вы себя ни называли, вы не мужчина, не женщина, не человек. Потому что человек, мужчина, женщина — это социальные нарративы. Вы не материя, не психические переживания, не тактильные ощущения. Потому что вы, тактильные ощущения, они существуют. Те самые ментальные процессы, они существуют. Но это не вы, вы ими не управляете. Вы, ну, свидетельствуете. Сейчас такая мысль зашла. Сейчас вот зад так себя ощущает присутствующим. Да, действительно, есть тактильная, очень четкая информация. А где здесь вот в этой информации вы? Ну, типа, я — это то первое внимание, которое стоит за всем этим. А где это внимание находится? Опять же, начинаем искать его. В теле оно находится, это внимание? Ну, где в теле оно находится? Из какого места вы сейчас внимаете вот эту непонятную болтовню? Из какого места я говорю, например, сейчас? Я не знаю, болтовня происходит, слушание происходит, ментальные процессы происходят. А где я? Вот я. А я... Вот он я. А серебряные нити? Ой-ой-ой. Про эти вещи эзотерические лучше вообще не вспоминать, потому что это уже столько наговорено. Это уже, ну, я говорю, есть... Можно придумать все, что угодно. Я говорю, любые, тонкие, эзотерические. Их верифицировать точно так же, как материальные меры. Все это у нас есть, этот багаж. И он уже нами пройден, там, миллион лет назад. Сейчас действительно такой постмодернистский сюжет. Все авторитеты развалились. Видите, научные авторитеты развалились, политические авторитеты развалились, социально-ролевые авторитеты развалились, религиозные авторитеты развалились. Ну, понятно, что есть кому нормально, а если ты действительно, то где здесь Бог? То есть тот Бог, которого ты начинаешь рисовать, это священное писание. Ты оттуда его выруживаешь в виде рассказов о какой-то запредельности. Очень правильный путь. Действительно, Бог запределен. А что значит запределен? Ну, типа он на небе. Но мы же знаем физическую картину мира, там никакого неба нет. Там есть космос со своими вот этими геометриями, ну, как физики придумывают. Вначале в теории отвратительности придумали, что там есть гравитационные искажения, временные искажения. В общем, всякую-всякую такую очень умные мужики надумали хрен, там, струнные теории, калибровочные. Там уже десятки всяких вот таких заумных теорий, которые вы никогда не поймете. Даже времени не хватит. Да и те, кто понимают, их там десяток человек есть более-менее, которые понимают. Но толку для них от того, что они их понимают, вот никакого. То есть они не стали просветленными, пробужденными Буддами и Христами. Они стали очень умными и достаточно эгоистичными персонажами, которые столбят свои вот эти какие-то теории, парадигмы, школы или еще что-то. Это уже было сто лет назад. Все это. Это никому уже даже неинтересно найти авторитет. Раньше это ученые. О, ученые. Ну, ученые, ученые. Неинтересно это же. Вот лично мне. Это же ключевой момент. Я живу. Жизнь моя. Какие ученые? Какие социальные роли? Я уже взрослый. Мне теперь надо успеть разобраться со всей этой историей. Боат. Совершенно верно. Вот поэтому мы и начинаем бомбить вот в эту точку. Где я? Где я? Кому? Где? В каком месте я зарыт? И вот мы уже говорили, откуда внимание? Внимание есть, вот мы же внимаем сейчас. Из какого места? В геометрии нету. Я говорю, в физическом мире этого места нету. Только что спрашивали, а где боги сидят? В физическом мире их нету. Если вы говорите, что мы по подобию божьему, а бог как бесконечный и вездесущий. Ну да, тут, видите, мы даже по этой парадигме стали вездесущей бесконечностью. Кто-нибудь себя чувствует вездесущей бесконечностью? Еще нет. Еще нет. А об этом надо его. А это как? Совершенно верно. То есть конечные сущности очень хорошо при помощи понятий. Ну, если мы понятие, вот как вот сейчас, как шелуху с этого лука мы снимаем, снимаем, снимаем. Куда мы попадем? Видите, никуда. Никуда. А где это никуда? Везде. Везде. А? Везде. То есть там же, где и, в общем-то, вот сращивается этот момент, что бог нигде и я нигде. А мы еще с шелухой. А мы с шелухой. Еще. Еще. Ну, надо быстренько, вот я говорю. Самый простой способ очиститься от шелухи, это осознать, что ни за одним словом, ни за одним понятием не состоит самосущей природы. Все понятия, какого бы тонкого характера, какого сложного парадигматийного уровня они не были, даже вот математически. Вот математика – это самая страшная наука. Там ни одно понятие не имеет конкретной вещественной природы. То есть единица – это что такое? Может, в других эмирах есть вещественные? Ну, это опять, если бы до кабы начали шары фантазийные крутить. Так они такие крутят? Да, накручены. Вот математика действительно – это лучший способ, где покрутить свой ум, чтобы он окончательно понял, что он крутится нигде. Поэтому Платон и говорил, когда он философов набирал, что не геометр, в академию ко мне не войти. Ну, геометры – это те, кто математически прогнали через ум вот эти абстрактные понятия. Если ты понял, что ты мыслишь не конкретно вещественным, а абстрактным, а только математика открывает этот путь, то тогда ты можешь начинать думать на тему «где я, а где Бог?». То есть ты начинаешь приближаться к этому моменту. Только тогда, когда ты вот эту шелуху, где ты по привычке себя ассоциируешь с социальной ролью, или с вещественным каким-то признаком, или просто с номинацией какой-то, ну, термы эти искусственные выстраиваешь. Вот когда ты эту шелуху, а вот геометрия, алгебра, ну, математика, она помогает этому. У нас, к сожалению, видите, ужас-ужас, это самый нелюбимый предмет. Детей очень трудно в него вогнать, только очень избранные. Но там тоже есть одна проблема, что они вот, это вот, тоже эго разворачивается очень хорошо. Когда ты вот втыкаешь то, что ты избранный, способный. Ну, как бы, некоторые математики, у них вот сдвиг потом действительно в такую сторону происходит, что они себя богами начинают считать. Ну, типа, я же мыслю абстрактными категориями, а только Бог может мыслить абстрактными категориями. Причем, вы же видите, что вот даже вот компьютер, как устроен, очень хитро. А там же просто один ноль, да, вот этот дворечный код, он, а он же рисует вот эти, уже 3D-модели, уже, ну, геометрию, оптику прорисовывает уже. Как это, там же нету в этом рисунке ничего, кроме вот программного обеспечения. То есть само программное обеспечение для нашего ощущения выглядит уже, ну, как зрительный образ, а скоро будет и как-то ректильный, знаете, можно надеть и сразу на нервные окончания воздействовать, голограммы вот эти начинают выращивать уже. Как уж в рассмеи расплодить. Да, да, да. То есть, видите, как, действительно, через слово, как вот этот самый был страшный человек Пифагор. Он как раз вот, одни считают, что он Бог, ну, его современники, а другие считают, что он как раз дьявол, потому что он цифру сделал частью нашей цивилизации. Он ее прошил в сознание. То есть у него был мощнейший орден, ведущие, ну, как бы, люди того времени, они в нем получили посвящение, и потом, я говорю, через образование, воспитание, математику вшили к нам. То есть то, чего нету. И при помощи того, чего нету, вот этой математики, видите, вот все сделано. Все сделано. И ей же меряют все. То есть считается, что математика прошита во Вселенной и во всех ее объектах в тонком мире. Там уже никто ничего не щупает, а там формула строится. Формула строится. Ну, мне все равно это не холодно, не жарко. Если бы математики вот таким своим углубленным сосредоточением становились бы буддами, ну, пробужденными людьми, тогда бы все было отлично. К сожалению, как-то вот с этим не очень хорошо получается. Такие же несчастные люди, а может быть и не несчастные, может, очень увлеченные, но как-то вот большого света от их присутствия не чувствуется. Света в смысле... Потому что у нас же кроме вот логических всех этих систем, мы уже говорили, у нас есть чувственное, причем не ощущательное чувственное, а чувственное вот на уровне эмоционального состояния, очень важные вибрации. Например, вот лучшая геометрия — это музыка. Ну, не геометрия, а математика. То есть, если музыку писать при помощи компьютера, бильберда получается. Ну, похоже, и может быть даже люди, у которых души нет, им кажется, что это музыка, но если у тебя есть душа, ты понимаешь, чего-то не хватает вот в этом. Даже элементарно одно и то же произведение разный мастер может сыграть по-разному, и ты чувствуешь вот эту интонацию. И именно он закладывает не в саму логику исполнения, а как бы в частицу своей души, особенность такой ракурс показывает. И поэтому музыка, она вот ломает вот эту тему и говорит, что нет, гармония, конечно, она присутствует при помощи числа, но даже золотая пропорция, она, видите, какая хитрая, она бесконечная. Число Пи бесконечное, ряд Фибоначчи, то есть они беспредельные, они вводят вот за пределы. То есть в математике нельзя состроить какую-то локальную. А в теопии нет? Везде, где вы, это касается лично вас, вы даже при житании шестеренок можете слушать музыку, ну да, это ваша личная локация, и причем никто не может сказать, что вы не правы. Вот в чем еще. Что я как я, я уникальный, я действительно беспределен. Никто не может меня загнать в ролевые конструкции, говорить, что я там мужчина, россиянин или еще кто-то. Чихал я на них с большой колокольни, ну потому что я взрослый уже. Ну то есть я могу прикидываться, ну чтоб мне деньги платили и еще что-то, но в глубине-то я знаю, что моя глубина беспредельная. Я в ней наоткрывал уже такие вещи, с какими-то я делюсь, с какими-то не делюсь. Я понимаю, что я, вот как можно сказать, я беспредельность. Ничто не может меня ограничить. Ну я не могу никак себя обнаружить, но точно знаю, что никто не может меня ограничить. Нет, вы можете сказать, мы же можем там эти аноморник надеть, в тюрьму посадить. Но это если я материальное существо. Помните там у того же Толстого, когда без уха в тюрьме сидел и рассуждал. Мою бессмертную душу, да хоть куда вы ее посадите, я живу не от мира сего. Этот мир, ну да, я могу испытывать тяжелые испытания, даже можно, я не знаю, наверное, можно какую-нибудь лоботомию сделать там, или какие-то, то есть отрезать. Но душа, ее даже вот эти томографы, когда определяют, то есть вот пока у вас духовность носит разумный характер, то есть логичный, ее фиксируют в мозгу. Как только вы пошли в альфа-ритм, в медитационный глубокий ритм, все, томограф ничего не видит. Не фиксируется, когда вы в я начинаете погружать. Хотя там самые сильные вот эти состояния медитативные, самые глубокие. Ну, это если мы там говорим о самадхе, или о каких-то таких вещах, о которых свидетельствуют там какие-нибудь махасидхи. Хотя опять же, то, что они свидетельствуют, это бильберда полная. Потому что это описано в книгах, в литературе, и это может... Если вот у вас есть личный опыт взаимодействия с махасидхом, и он вам передает его как медитативную практику погружения, тогда другой вопрос. Но он это передает тому, кто не будет вот по телевизору рассказывать. Это всегда будет только ваш личный опыт. Как и без всякого махасидха вы прямо сейчас вот эта беспредельность. Ничем неопределимая беспредельность. Прям вот сидите вроде бы задом на стуле, какие-то слова из вас выходят, какие-то там процессы. Ну, я же говорю, эти процессы к вам никакого отношения не имеют. Эти процессы ничем не лучше там шумящего... Вот это что там шумит? Да, вытяжка. Или дождя, который сейчас идет. Это так вот... Этот процесс дождя в небе и вот там, я не знаю, бурление в животе ничем не отличается. Тогда делимся. Могу делиться? Могу делиться, как вы сказали. Тогда если вообще делиться, могу делиться, могу делиться в этом состоянии. Пока есть какие-то цели, да, тогда делиться. И тогда вот передачи, и тогда вот какие-то разговоры. Ну, так как все мы здесь сидим, да, у нас будет этот вот еще часа два-полтора, вот этот бесконечный трек по этому поводу. Ну, так мы проводим время. У нас такая вот культурная программа сегодня. Имеем право, взрослые уже. Но, да. Кайлаш. Как и любое священное место, это результат концентрации внимания большого количества людей. Намоленная икона, знаете, что такое? Ну, то же самое. Если много людей считает, что она чудотворная, она начинает творить чудеса. Если много поколений считало, что на Кайлаше сидят боги, и там открываются порталы в другие миры, в какой-нибудь Мулдаше, если послушать, так там вообще вот такое несет, что просто крово. А он же это по интернету, а у него там сто тысяч просмотров, все, теперь все, кто идет на Кайлаш, ждут, когда эти зеркала, им откроют порталы, или в горах откроется дверь, куда они зайдут, и будут смотреть, как там в Самате сидят эти самые львурийцы. А там же нельзя зайти, говорят, просто... Ну, вот, вот, вот. Сейчас мы можем долгие разговоры начать по поводу того, что же там может происходить, а что не может. А плюс еще есть сами тибетцы, у которых вообще свой взгляд на это дело. То есть надо вначале в их голову влезть и понять, что там за феномен Кайласа. Можно вылично сказать? Нет, у меня просто... Сейчас-то понятно. Вот раньше человек не забегу. И он взял, и он интересен, и пойти на Кайласу. Непонятно, да, идиот с себя, идиот с себя. Не было ни снаряжения, просто... Ну, наверх, говорят, еще никто не зашел. А вокруг... Никто не знает, где этот Кайлас. Как не знает? Я вот поеду в августе. Ну, на самом деле, да. Дело в том, что то, что сейчас приняли Кайлашем называть вот это, может быть, это никакого отношения к тому Кайлашу, о котором говорится в Шива-Пуранах, отношения не имеет. Так Кайлаши его нету... Туда его отправляет кто? Вот в тонкую материю. Он разворачивает тут. Да, это я же его туда направляю. Куда хочу, туда его и размещу. Мы не сюда приехали. Ну да. Сейчас вот здесь Бог сидит. И Кайлаш сейчас здесь. Видите, нет доверия. А почему нет доверия? Как он может... Вот вы смотрите, вот когда вы придете на Кайлаш, ну, типа, будете на него смотреть. Кто будет смотреть? Решаешь? Нет. Потому что как мог прийти тот, кого нету? То есть для того, чтобы на него смотреть, вам вот сейчас ничего не надо, никакого расстояния нет. Это иллюзия. Смотрите сейчас на него. Но надо смотреть так, как будто там Шива находится. Ну, а тогда надо быть в контексте всей вот этой индуистской традиции. А? Как мы решим, так и будет. Можно сейчас проголосовать, если у нас будет большинство. Он будет там находиться, это точно. Дальше начинается, а в каком виде он там находится? Тоже проголосовали. А? Тоже проголосовали. Вот и поймали. Именно так это всегда и делалось. Большинство начинает мыслеформу сотворять, а те, кто с этого получают дивиденды, они это начинают фиксировать, ну, чтобы было все закономерно. Да, и все, и дальше пошло, поехало. И пока государство, которое это дело поддерживает, живое, это работает. Обычно государство зарубили, все религии разваливаются. Но ведь это же не всегда работает. Работает. Но вам-то что от этого? Вот вам лично. Чтобы вот сейчас трепаться, какой Григорь Круши, российский или украинский, американский, христианский. Просто есть внимание. Да. Надо куда-то... А раз куда-то ваше внимание, это значит, это внимание у вас забрали. Вы же не выключите внимание, оно всегда есть. Вот и направляйте туда, куда надо. А куда вам надо? Никто не знает. Вот мы сейчас его и пытаемся. Вот вы и собрались, что типа какой-то персонаж сейчас вам объяснит, куда надо. А я вам объясняю, что если я вам объясню, можно это самыми камнями начать кидаться и говорить, сволочь. Ленин на броневике объяснял? Да, да, да. Да, да. Не пошли. Задача состоит не в том, чтобы указать какой-то путь, потому что таких указателей уже много, да? А наоборот, каким-то образом вас с пути если они показывают, они воруют наши внимания. Правильно? Вот еще раз говорю, как можно ваше внимание, если это вы, каким-то образом, да, когда ваше внимание своровано, это вы заснули. Каким-то образом вы отождествляетесь с эгрегором, с религией, с, ну вот я говорю, нацией, человечностью, мужественностью, женственностью, с чем угодно. Как только вы в это серьезно начали прокручивать мыслительную конструкцию, все, вы уснули. А вот если мы читаем или смотрим в минуту, то есть вот в нашем росте у нас все... Все, забрали ваше внимание, это для этого и написано, что... Наши аяки, да. Вот, 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 когда вот он забирает внимание, сразу спрашиваете, кого это понесло, куда? На определенном этапе так и будет. Я же говорю, в этом радости на первом моменте не будет, будет большое горе, потому что вы привыкли читать, есть, пить и с чем-то себя отождествлять. А здесь, поэтому, помните, вот я даже в прошлый раз уже говорил, что этот самый, в Матрице чувак, который сказал, не, нафиг мне это пробуждение, я хочу в Матрице спать, потому что там можно бифштекс, читать, на Канарах отдыхать, детей воспитывать, все нормально. Вы так как иван дурак. Да. Мы еще раз говорю, то, что здесь говорится, это вообще не для широкой его пользования. Ну, и это не значит, чтобы типа избранные. Ну, приперлись и приперлись. Просто я говорю, сейчас это легко проговаривается, потому что все барьеры сломлены. Раньше вот таких людей либо убивали сразу же, либо психическую, да, отправляли, либо ничего не убивать, я там живу спокойно. А? А я откуда? Восемь, нет. Я из России, из России. У меня прямо вдоль реки написано Россия начинается здесь. прямо такими огромными белыми буквами. Что там за реки? А я в сков, это западный рубеж. Прямо у нас вдоль реки огромная надпись. Россия начинается. на старой Киевской горе лежит такой огромный камень, наверное, написано Руси. Ну, давайте, у кого камень, а у меня надпись. Голосуем. И дальше начинается, где в России жить плохо. Это вот дело у меня. Интересно, где мы покажем? К я. Да, к я. К я. От нас вообще что-то зависит в этой жизни? Или нет вообще? Так от кого оно может вообще зависеть? Я великий выход. Подождите, от кого оно может еще зависеть? Кто у вас в авторитетах? Вот мастер говорит, а я масло уже купила. Да. Я же говорю, вы сейчас говорите, не знаете, почему вы именно эти слова говорите. Я не знаю. Но при этом говорение говорится, но вы-то есть. Вы только что мне сказали, что вы есть образ и подобие. Ну да. Вот как вам вместить, что вы с одной стороны образ и подобие беспредельные, а с другой стороны детерминированная кукла? Бог не тело. А почему не тело? Тело тоже вообще не. Бог везде. Просто то, чего вы телом называете, это ничто. Поэтому Бог везде. Просто вы умоляете Бога до какой-то абстрактной конструкции и дальше ее в ролевую вот эту вписываете. Сжимаете. Совершенно верно. Что вы делаете, это вы бесконечную, то есть есть такой вот, ну вот я не знаю, конечно, это все билиберда, что Бог это самое быстрое действие, которое в одну секунду совершает колебания, в которые умещаются все частоты всех радиоприемников, всех визуальных, вы же знаете все колебания? звук, свет, вот все колебания у него в одно мгновение сразу же там находятся. Их можно распаковывать. Вот вы, вот электричество, вот Америка, вот и понеслась. И вы вот этим, то есть Бог вот он, где он? да вот прямо сейчас, нету никакого другого места, еще раз говорю, никакого в другом месте нету, ни в будущем, ни в прошлом, он прямо сейчас, вот он сейчас изо всех сил изворачивается и пытается сказать, хватит дурака валять, а вы начинаете опять. Вот сейчас мы, то есть, ну, условно говоря, это я себя при помощи вас, все время хочу повернуть к нему. А вы мне говорите и все время не отворачиваете. И я уже так вот даже не понимаю, куда смотреть-то уже. Так скажите уже, что вы... Мы просто не видим, что есть какой-то индивидуальный... А от того, что скажу, вам легче, что ли, станет? Ну, я пошу, не сильно. Ну, да. Поэтому я и говорю, это должно остаться максимально напряжено, вы должны входить все более... При этом никуда входить не надо. Оно должно само вас забирать. Вы должны... Никому не должны. Я говорю, оно давит на вас. Вы постоянно говорите, подожди, подожди, у меня еще дела. Давит вот прямо сейчас с неимоверной силой. Это давление прямо... Вот прямо, когда вы на меня смотрите, вот оттуда и идет это давление. Смотри. Смотри. Причем смотреть можно на люстру, на вот этого. Куда смотреть, никакой разницы нету, еще раз говорю. Нет. Это, опять же, это можно поймать только тем, что вы должны перестать отождествляться с каким-то локальным самоощущением при помощи вот этих мыслеформ. Как только вы начинаете вот эту брешь пробивать, что вы не локальные. Вы не локальные. А как же быть частицей нет? Вселенная не предъявляет нечестицей. Точно. Молодец. И ее убираем. Так получается, тогда... И у этого убираем. Получается, а страшно же? Точно. И вот идем бесстрашно в этот страх. Надо же знать, как будет и говорить. Жита Кришна, вот я сказал, чего же от известно. Как будет. Да. Конечно, соломку хотелось бы подстелить. Видите, какие мы. То есть вроде бы и хочется, и колется, да, и мама не вели. Вы говорили, что лунги, страх, если кто туда вот так будет, потом эти черти выскочат. Это если изменилось. Ну, это опять же, ну, это я сказал. Вы-то это не сделали. Так страшно же, а в том числе. Все. Отличная история. Помните, я говорю, вот все эти слунгами, они первые, что начинают. Начинайте искать, где вам страшно. Все. Прекратите мыслительные конструкции. Если вас забирает или ловит страх, разберитесь с ним. Это самое главное. Не думайте ни о чем. Из этой истории, которая сейчас происходит, запомните только одно. Если вас где-то забирает страх, начните им заниматься. Не надо больше ни о чем говорить. Если вас страх забирает, точно черти придут и убьют. Ну, это я так совсем. Пока вы с ним не разберетесь, никуда вы не зайдете. Он вас выкинет сразу же. Поэтому можно прекратить дальше думать о тонких мирах, о глубоких медитациях. Страх самое простое. Он просто вот везде у вас под носом рассован. Страх, помните, я говорил, это не в смысле там бабайка, там, ну, черт, там, ну, я не знаю, как там в фильмах ужасов. Страх это просто то, что вам не нравится. Не нравится. Помните, больше всего вам не нравятся близлежащие граждане. Вот и с ними разбирайтесь для начала. В каком месте вам не нравится, я не знаю, там, кому-то может Путин не нравится, кому-то может Порошенко не нравится. Но это уже потом. Вначале разберитесь, вот я не знаю, что вам в детях не нравится, что вам в близких родственниках не нравится. Ну, это сам себе не нравится. А это такая дурь, ну, вот как ты можешь сам себе не нравиться? Вот я думаю, как вы себе не нравитесь? Ну-ка, расскажите нам. Сосед, совершенно верно. Вот. Но это вы перескочили. Вы вначале рассмотрите, как вот вы сами себе в нем не нравитесь. Действительно-то это ваше личное чувство, выкроенное, созданное, и вы его еще и защищаете, потому что когда вы обсуждаете с соседа, со своей соседкой, вы типа крутые. Да, на самом деле обсуждаете свою собственную лажу. Вместо того, чтобы обсуждать, начинайте приближаться к страхам своим. Не к самым страшным, где там уже Мара в полной форме является. Туда даже ссуваться нельзя, с ума сойдете сразу же. Начинайте с близлежащего круга. То, что вас за сегодняшний день раздражало, и вы хотели это отринуть. Неважно, запах вам не нравился, поведение человека на дороге, когда вы ехали. Куча вещей, когда вы сказали, ну козел. Куча было места. Это каждый раз был сигнальчик. Смотри, у тебя тут говнецо припасено. Вы, авгию и конюшни, почисти, сделай прозрачным свое пространство. Потому что каждое вот это, оно выскакивает, а значит оно у вас живет. И оно вас никуда не пустит. А когда вы полезете в тонкие миры, они выйдут хором все вместе. Уже не в виде соседа, а в виде того, что вас с ума сведет. Потому что вы-то себя не знаете, а они себя знают, они вас ведут запросто. Поэтому никуда соваться не надо. Займитесь самонаблюдением, самым простым. Никаких сверхъестественных эзотерических действий не надо делать. Ну, хотя вот я знаю, ребята получили и мандалу, и там с тибетскими мастерами пообщались. Ну, раз пообщались, так пообщались. Слава Богу. Если вас что-то раздражает, вернитесь к этому. До тех пор, пока вас что-то раздражает, что-то не нравится, чего-то вы боитесь, вы никуда не пройдете, кроме ужаса. Скажите, вы уже не испытываете раздражение? Испытываю. Но во время раздражения у меня уже зазор появился. О, я сегодня раздражительный. Я сейчас вот так вот раздражаюсь. Это не значит, что я это раздражение вырвал с корнем. Теперь такой я дартанет. Нет, все то же самое. Только теперь оно меня не захватывает, а становится интересным. Вот. Вот в этом месте оно вот так, о, куда повела? Я еще его не отсмотрел в этом месте. Какое прикольненькое. Давайте отсмотрим. И вот теперь я уже не жертва, а охотник. Я сам себя выслеживаю. Я теперь крут. Ну, не крут, а в смысле... По кастанеде. Ну, это же... Это не по кастанеде, это во всех везде-везде. Это даже психиатрия. Ну, не психиатрия, а психология. Это обнаружили. И все вот эти консультации, это вот такие, типа, я слабак, а вот мы вместе с этим самым дипломированным ученым поищем. А вот еще, когда вы рассказывали, что вам было страшно ночевать в палатке в лесу, а вам не пошло? Да, да. А вот если бы сейчас это было... Не знаю, вот пойду сейчас, посмотрю, что там будет. А там же Кайлаш. Там точно эти асуры сидят. Вот выпрыгнут-то выскочат. А я-то еще, наверное, все не вычистил. Вот увидите, потом скажите. Вот действительно Кайлаш проверил всех, кто тут в кедах, а кто в полу. Сделай ссылки со 40, сделай. Да, да. Ну, я бы уже переночилал. Ну, пройдя... Ну, это все... Сейчас вот мы можем ускользнуться. Хорошо. Может быть, вот это... Вот эти вот состояния, они не дают выйти в просветление? Конечно, они не дают. А мы обычно такие все думаем, а я-то уже все книжки прочитал, мне уже пора. А торопиться не надо. Конечно. Торопиться не надо. Просто вот когда уже вроде бы умом все понимаешь, понимаешь, вроде бы шлопок все снял уже. Особенно обидно, когда какие-нибудь малолетки, а их сейчас полным-полно, сразу раз, без всяких вот этих вот, хоп, и уже там пяу-пяу-пяу, и с ним разговариваешь, а там никого нету. А я-то 30 лет тут горячился. Мне ж обидно. А кому обидно? И я начинаю. То есть, да, пока действительно вы не найдете, что у вас где-то обида, где-то вот раздражение, где-то чувство собственности. То есть, любая вибрация, которая вас выбрасывает из себя вот в переживание чего-то там, обсуждение чего-то или кого-то, это, смотрите, какой ужас. Это значит, надо прекратить всех обсуждать. Ну, прекратить не в смысле, чтобы запрет поставили, а так сделать, чтобы больше никого обсуждать не будете. А у меня уже тоже зазор появился. Да, а зазор быстро появляется. Очень заметный он, когда вы вот это делаете, потому что вы же делаете из «я» это, и «я» становится заметным. Оно незаметно, потому что вы сразу в кино попадаете, и уже там в изображение бегаете, чем-то довольны, недовольны. А тут вы в зритель на секунду, а дальше больше, дальше больше, а дальше уже действительно непонятно. То ли, вот я смотрю, как вот у нас там девушка была на прошлом ретрите, говорит, я рассаду посадила, а смотрю, это она на меня смотрит. Кто кого посадил, не пойму. Да, помидоры. Ну, тоже вот практиковалась, практиковалась. Ну, как бы уже сумасшедшая маленечко. Ну, да, уже к доктору можно отправлять. А с другой стороны, вроде бы ничего такое. Конечно, у тебя есть представление о себе, и ты его защищаешь таким образом. Собственным шаблоном. Да, чувство ЧВСР, чувство собственной значимости. Ах, да, конечно. Любого сейчас можно, ну, я не буду оскорблять людей. То есть, любого сейчас можно задеть, и вы возбудитесь. Конечно. Один даже сказал, учебник говорит, можно любого взять, подойти в принципе, в виде, в какой-то, в какой-то немецкий. Чуть-чуть-чуть. Каждый человек, на каждом человеке сейчас в обществе, такое количество, вы уже... Какая вам разница про этих ученых, что они сказали? Вы! Это социум, социум последний. Да, про этот социум тоже можно забыть. Зачем вы с ним таскаетесь? А мы находимся... А кто мы? Я! Да, совершенно... Прекращайте, вот это самое главное, прекращайте. Переставайте быть кем-то. Нами, вами, ими. Ну, опять же говорю, если вы на государственной службе, если вы... Все, вы... Но даже там вы можете... То есть, можно быть очень хорошим исполнительным, там, начальником, подчиненным, но при этом понимать, что это ролевая конструкция, которая, ну, вами не является. Ну, просто так я деньги заработал. Или, например, да. Так вот я функционирую в системе, там, структурно-функциональной. Не выдавать себя. А? Не выдавать. А кому выдавать-то? Расскажу и... А кому? Кому выдать можно? Того, кого нет. Сначала. Шпионы по системе. Нет, тогда вы кто-то. Тогда вы такой... Под прикрытием, и продолжаете дурака валять. Только не настоящего, а такого вот... Такого вот... Действительно. Кем вы являетесь? Ну, и я являюсь, и все мои идиоты. Только не вот... Не честные. Во время этих зазоров, вот этот внутренний математик начинает гордиться. Конечно. Так же. В каком месте гордиться? А у него гордость, я же говорил, только одним способом. Он пытается доминировать, а это значит, что он кого-то критиковать. Типа, я просветлен, а это не просветленные. Он же все равно будет показывать. Раз он выше кого-то, будут ниже, будут хуже. Он сообщит вам об этом. Что, типа, куда вот эти козлы поперлись? Здесь только для вот таких, как я. Вы еще не сделали все асаны, все сутры не прочитали. Ну, у кого какие заслуги? А может страх это прежевременная формация? Нет, а вибрация. Ну, давайте сейчас напридумаем классификацию этих страхов. Знаете, его тоже любят это все дело. Ум. Интересно, а вот питание. Во! Что он имеет, он, по-моему, очень тесно связан, вообще свыше. То есть то, что мы едим, то мы едим. Ну, да. Потому что то, что сейчас продают в магазинах. Нет, нет, нет. Это уже не про то. Смотрите. Где вы этого набрались? Почему тело так быстро относительно умирает? А вы-то там, где в этом теле? Все, все на своем, все на своем месте. Тело умирает, быстро оно умирает, не быстро. Это вообще вот ни о чем разговор. Ни о чем разговор. Если вы начинаете думать о теле, как его правильно питать, ничего, кроме эго, вы не разобьете. Когда, когда вы приближаетесь вот к тому, что вы, у вас даже вопроса не станет, вот вы будете просто чувствовать, хочу вот это поесть, и будете есть то, что нужно. Это твой день ем так хорошо. Да, хочу, не ем. Как только вы начинаете думать, как правильно, как неправильно, что один дяденька сказал, что одна тетенька сказала, все. Значит, это есть разница, бензин выпить или... Выпить. Да, действительно, выпейте бензин. В следующий раз больше никогда не будете. Все сразу разъяснится. Есть. Действительно, можно опытным путем нажаться всякого говна-говна, понять, что есть его не надо, и начать есть нормальные продукты. Очень просто все. Вы знаете, по ощущениям... Конечно, про себя. Опять про кого-то. Про кого-то. Действительно. Организм, он совершенен. Там, чем меньше в нем мыслей, он сам дышит, сам всю, вот эту перистальтику, и все делает. Чем меньше вы туда концепции будете всовывать, что правильно, что неправильно, как его насиловать, и как его вылечить, тем лучше. Он сразу начинает собираться нужное. Единственное, конечно, если у вас нету страстей. Но если страсти есть, там, сладкое жрать, там, или еще что-то. Но вы, когда их едите сами, да прямо, вот я понимаю, что будет плохо, но хочу. Ну, вы же честно сами себе прямо и говорите. Вы знаете, чего есть не надо. Едите, потому что, ну, вот, нравится. Ну, тогда все, и отвечайте за это. Не надо никакого дядю звать, чтобы он вам объяснил, что сахар есть не надо, что после шести часов можно не есть, можно один раз в неделю голодание устраивать. И очень хорошо тело себя чувствует. Один раз делаешь, прямо чувствуешь, как отличненько. Разгрузочный денек, все там очистил. Прямо вот само оно звенеть начинает, и ты уже, и тебе не надо никому это самое, сам попробуй. Сделал, нравится жрать, ешь, только не жалей об этом. Получай удовольствие. Пойми, что ты обжора. Все классно. Я поговорил, не кричу. Господи. Хоть какую. Хоть какую. Делай то, что... Ну, дальше начинается. Кого смотреть, кого слушать. Можно слушать себя. Начнете сами со своим телом входить вот в этот самый... Оно вам на все отреагирует, все покажет. Только внимательно этим займитесь сами со своим телом. Оно будет реагировать и показывать. Чем тоньше вы будете в него входить, тем более тонкую информацию оно будет давать. Вплоть до того, что там действительно... В какое время эту картошку сажать, когда ее срывать, что там тоже есть свои циклы какие-то. И все это вы увидите. Так оно и было увидено. Все вот эти знатоки вот этого, это видящие, которые в свое время все это... Все эти растения приручили, все их сезоны эти выловили. Все это... Это вы сделали. Никаких видящих нету. И вот этих специалистов. Вы их начинаете видеть тогда, когда у вас какой-то лунг начинает играть. И появляются специалисты, которые вас куда-то тащат. И ничего делать или сделать вы все равно не сможете. Все равно это будет происходить. Единственный вариант, как это... Это... Посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Маленький шажок. Там, например, перестаньте есть сахар. Посмотрите. Ну, это я дурь какую-то вам говорю. Просто поэкспериментируйте с собой. У вас туловище под носом сидит. Что вы ищете где-то? Вот прямо с ним можно экспериментировать. Какую физическую нагрузку дать? Какие упражнения поделать? Сами... Ну, многие уже довели себя, конечно, до ручки, нужные специалисты. Но вот кто молодые, вот слушайте, элементарно это делайте. Что делать? Что есть? Когда что делать? Все вы можете в себе найти. Это так просто, что денег не надо тратить на всех этих диетологов ничего. Элементарно водится. Когда ты это замечаешь, ты даже можешь видеть, вот сейчас я вел, но я знаю, как выйти из этого. И поддерживаешь свое туловище очень хорошо. Оно нормально себя показывает. Оно с тобой начинает жить. И очень ему благодарно, если ты ему уделяешь внимание свое. Видите, вы внимание куда угодно выбрасываете, кроме того, что у вас прямо под носом сидит. Вот мы на ретритах на первых, я говорил, поверните внимание к своим. Вы даже можете вот вместо медитации там просто посидите и послушайте, чем у вас отличается, например, состояние в животе и состояние в груди. Попробуйте в этом состоянии дифференцировать, где там кишечник, а где желудок. Они звучат по-своему. Если в них присматриваться, начинается звук их, вкус. Все проявляется. Вы просто в ту сторону не смотрите. Вы вот напроявляли вот этого всего. Вот тут вы точно знаете. О, эти обои не очень хорошие. А вот есть получше. А эти гардины сюда подходят, не подходят. Всякую билиберду, вот знаете. Там машину, какая хорошая какая. Элементарно вот что закинуть, чтобы этот самый понос прекратился, не знаете. А если я в теле нет, то, ну, если мне уходить в крайность. Это уже в следующий уровень. Действительно, ушли дальше, даже это бы вас не волновать. Болеет тело, не болеет тело, это вас не будет волновать. А если еще дальше? Давайте пофантазируем. Нет, я серьезно. Давайте вот, какая у вас степень серьезности, я пойму, насколько далеко. Страшно становится. Все, тогда остановились. Вы правильный вопрос задаете, что действительно есть у всех этих вещей какие-то степени. Но вот видите, там зарыт страх. Вы боитесь, если вы будете больны и просветлены. Хотелось бы быть еще и просветленным и еще и таким вот как бы, а как кто? Как Аполлон. Основная тема, что вот человек, который, назовем его там пробужденным, что его уже не задевает, не важно, даже если его вот сейчас убивают, ничего не меняется в этом мире. Просто пришло время умирать вот в такой форме, в таких обстоятельствах. А мы-то думаем, что просветленный не может быть убиваем. Он же безупречный. Он должен умирать, сидя в самадхе. Или жить вечно. Да, или жить вечно. Еще есть такие у нас истории, что есть просветленные, которые живут вечно. Мы вот как хотим. А это значит, что у вас страх есть. Что вы дифференцируете какие-то состояния. Вот это правильное, а это неправильное. Эти яд себя, то есть болезни, недомогания, там, трагическую смерть с мучениями и пытками. Знаете же, что там китайцы, когда пришли, многих этих самых махаситхов, ну, не махаситхов, а там хороших йогов, ну, так вот, буквально забили этими прикладами. В Тивете просто забивали их там монастырями целыми. Да, вот в 57-м году. Хотя они такие, вот такие, растакие, что, да. И, кстати, многие из них даже, наверное, и не плакали. Ну, те, которые плакали, те, значит, слабые махаситхи. А те вот, типа, ну да, вот стирают сегодня нас. Ну, опять же, не нас, а вот меня лично, потому что никого нас-то нету. И действительно, кого стирают? еще раз говорю, вы все пространство мироздания. Вы даже, когда будут вас вот это туловище стирать, я же говорю, вас там нету. Туловище стирается, а вас там нету. Вы, вот, вот эта история с умирающим, это только те, которые там в Бордо, у которых такие тараканы навешаны, что, когда они умирают, они все оживают и их там мытарствуют по всем. некого, вот эти вот, в Бордо вот эти персонажи появляются, это потому, что ты при жизни их насобирал. Нету там никого. То есть, вот, чем отличается настоящий Иван Дурак, вот такой дурак-дурак, что, когда к нему приходят боги, черти и демоны, он понимает, что это проекция его ума. его больше, как можно коснуться, что это твоя проекция. Вот, как мы в страх смотрим, ты начинаешь замечать, что сосед ни при чем, это во мне что-то такое вибрирует. И даже можно выметающим дыханием это все выдуть, и через некоторое время сосед давит, а нету. Как тебя может хоть что-то, мы же уже говорили, опять же, вот здесь волшебный ключ, ничего нету. Самые страшные представления о богах, демонах, это проекции ума. И это проекция ума. Поэтому буддизм, он такой бездушный, знаете, там, они даже атмана в каком-то варианте отметают. Знаете, буддизм, он такой вот, с канхи развалились, ничего не осталось. Прямо так вот некоторые жестоко по этому поводу. Но это только для определенной стадии. Я, не я, а вот, и вот, не вот. Чтобы не говорили мы сейчас, мы не на то будем указывать, мы будем указывать как-то, знаете, не на Луну, а на палец. Известна эта ситуация. Но, первое, что мы уже заметили, что есть то, что делает это хуже. хуже делает неправильное питание или неправильное питание, а вот страхи. И самое прекрасное тоже получается. И самое прекрасное, и самое ужасное, это все из одной оперы. То есть, это есть просто разные, но даже не страхи, это называются эти, как их, Господи, тамас, раджас, сатвас. Это просто такие, есть вибрации. Есть вибрации красивые, есть вибрации ужасные, есть вибрации тубые, есть вибрации возбужденные. Это все иллюзия, майя играет так. Ни золота, ни плохих вещей нету. Это вы их рисуете, потому что даете им ценность, что при помощи золота можно что-то купить, при помощи красивой музыки можно релаксировать, при помощи правильного питания можно вытянуть тело в какое-то другое состояние и там начать релаксировать и музыку ангельскую слушать. Нет. Если вы, это все ерунда, не в ту сторону. Во-первых, нет на что обращать, нет того, кто обращать. Есть только ваши реакции. Разберитесь, откуда берутся реакции, как они вас оживают, в начале в виде мощных эмоциональных всплесков, а потом посмотрите, дальше они станут слабее, но тогда вы увидите, как мысли появляются. Даже не появляются, ну просто вот увидите, то есть начнет видение. Я видел, это мои желания. Ну если вы меня спрашиваете, значит не видели. Я даже не знаю, почему не спрашиваю. Ну тогда нормально. Судья Станиславович, как вы проникаете в суть вещей, чтобы ваше внимание не уходить? Я не проникаю, никого. Мной. Вот я сейчас сижу, через меня вдруг я чувствую, начинает проникание происходить. Я начинаю быстренько говорить что-нибудь. Я ничего не делаю. Каким-то образом я когда-то понял, что ну вот так вот, так я могу делать. Я педагог, во время разговора что-то начинает такое происходить, и я прям балдею от этого. Я ничего не делаю. Некому суть проявлять. Суть вдруг каким-то странным образом проявляется через какого-то персонажа, который сейчас разговаривает. Не знаю, откуда брать. У меня вот написан целый план наступления на ЭДР. У меня черный экран ничего не показывает. Видите? А я уже составил, как мы будем разбирать, что, чего, куда, будем смотреть. Не должен. Да, куда поперли, я уже... Ну, это так всегда, поэтому я и не волнуюсь. Поэтому... Не могу я вас ничему научить. Меня нет. Вы и я одно и то же. И вы поэтому меня и слышите, что это одно и то же. Не как вот некое такое представление, что типа вот тут я все равно сижу, отсюда у меня внимание, а там какая-то информация. И какой-то мост такой выстраивается. Видите? Начинается геометрия. Мы всегда достраиваем, неважно, воображаемый это мир. А на самом деле воображаемая геометрия и эта геометрия, они одинаковы абсолютно. Они из одного и того же вещества строятся, ну, условного вещества моего ума. Я же говорю, потолок, белый цвет, иллюминисцентные лампы там. Это все слова. Слова. На самом деле здесь волны. И волн тоже нету. Это я уже локсирую. Вы сейчас видите свои вот эти, ну, давайте по-христиански назовем. Свои греховные состояния, свое невежество. Вместо Будды, видите, человека. Вместо, он везде, даже не Будда, а вообще, то есть, вот помните, мы говорили, Бог, он прямо сейчас, у него нету ни прошлого, ни будущего, он прямо сейчас самым мощным образом вот всем является. и у него все на самом деле внутри него. Он не где-то как маленькая частица сидит, а наоборот, вот это все внутри него. Вот это все. Не он где-то в пространстве, а все пространство внутри. Даже вот, элементарно, это вот вам простым умственным действием это можно. То есть, вот вы думаете о мире, о вселенной, бесконечной вселенной, но эта вся вселенная у вас в уме. Ум ваш, типа, сидит в этой комнате, вот вы сидите в этой комнате, это мы сто раз уже делали. Вы даже можете посмотреть, как ваше тело сидит в Киеве, как Киев находится в Украине, Украина в земле, Земля в Солнечной системе, система солнечная в Галактике Млечный Путь, Галактика Млечный Путь, в каком-то секторе вселенной, вселенная, и вот вы до края вселенной дошли. Кто там? Ничего. Ничего. Точно. Если другая вселенная, пошли дальше, значит, это все равно вселенная, как бы вы ее называли, другая вселенная, вселенная во вселенной, это все еще вселенная. Вот вы дошли до самого предела, кто там? Там ангелы стоят и держатся. Это вселенная. Ирах. За ангелами. Да, за ангелами кто? Слушайте, а кто придумал ангелов стоящих там? Так значит, где вселенная? В Я. В Я вселенная. Потому что все, что вы будете дорисовывать, это вы к вселенной будете прибавлять внутри своего ума. Вселенная, вот как к краю подлетаете, вы там себя обнаруживаете. Ну, то есть Бога. Вселенная в статашке. Да куда угодно ее можно. Лучше всего в Я, потому что, видите, Я не найти, оно никакое. Потому что все, что какое, находится во вселенной. Если бы мы себя видели до рождения, мы не хотели ответить. Да, вот это вот трепыхание вот этих ваших желаний, страхов, которые оформились в виде вот этих вещей, образов, которые вам нравятся или не нравятся, вплоть до галактик, черных дыр, квазаров, там, мюзонов, бозонов, всякое дребедение насоздавали, все это у вас в уме. И это есть результат вашего несовершенства, вашей закомплексованности. Вы не доверяете, что вы есть все, поэтому вы придумываете всякие истории про кого-то, про что-то. А он кто придумал? А его нет. Значит, нету, значит, ну, а вы-то есть? Как знать, сколько вам лет? Ну, как же вот, вот глупости же говорите, вы же есть сейчас, правильно? И все, что вот я вам говорил, вы все это внутри себя каким-то образом осмысливали. Придумывали, что такое, кто хочет понять, что такое ум? Вы придумывайте, я могу вам придумать, что такое ум, рассказать и сказать, запишите, значит, сегодня у нас первое занятие, ум то-то, 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 классифицируется, так-так-так-так-то, состоит из того-то. Можно, вы же уже даже записывали, если вы там анатомию проходили какую-нибудь, или что-то там, первичные попытки это сформулировать. Так и есть, на лекциях там психологам объясняют какие-то моменты, ну, докуда слов дохватывают, поэтому это все в уме находится. Ну, вот я тоже понял, что не надо. Ну, вы же сами понимаете, где-то ж надо будет сидеть, зарплату получать. Зарплата очень важна. Хотя, чем она важна? Как может зарплата как-то кушать надо? А знаете, есть эти праноеды? А вот очень недавно видел, что человек не бегал. Вот, вот, вот пока там бегаете за деньгами, они всю прано пожрутят, и вы в ничто окажетесь. И пустые продукты. Да. А? Как вы решите, так и будет. Вы даете им глубину. Знаете, есть люди, которые, для них Бог ложь. Они дали им такую глубину, что там просто пидурок какой-то не Бог. Космонавты летали, не нашли там мужика с Бородой, все, Бога нет. Вы даете глубину того, что существует. Захотите, будут праноеды у вас, в вашем мире. Если вы такой мудрый и всех убедите какими-то сложными нарративами, то и у нас, помните, достаточно вот такому умнику появиться, и вот марксизм, ленинизм, и целая страна коммунизм строит. дурь полную. Какой коммунизм? Чушь собачья. Столько народу поубивали, такой идиотизмом, что вот то, что мы сейчас имеем, это еще аукается до сих пор. Ну да. То есть, поэтому вы можете сейчас нам придумать праноедов и доказать их существование. Бозон, ну, Хиггс уже придумал, а еще какую-нибудь частицу своим именем назвать, и дальше будет новый коллайдер, новое поколение строить, чтобы доказать, что вот вы придумали то, что нужно. Представляете, юноша 20 с чем-то годов придумал какую-то хрень. Через 50 лет потратили 20 миллиардов, чтобы доказать, что эта хрень существует. А вы сейчас в таком возрасте пора придумать какую-то хрень, а потом пусть целая страна строит это или там еще что-нибудь. Ну, например, там биткоин. Ну, это вообще красота. Ну вот, да, а можно сразу прекратить эту всю ерунду и сразу вот так вот, а я-то уже, а уже. Почему, когда прекращаешь эту ерунду, просветление не наступает? Потому что у вас есть очень важные дела, я же говорю. А если нет, если неправильное. Слово «если» неправильное. Если вы говорите «если», все, это дальше пошли. Давайте повоображаем. «если» тоже запитали. Да, может быть здесь сидит человек, который «пам», все, он заткнулся, сидит, ну, досиживает. Может быть, а может быть и нету. А как вы ощущаете просветление? Точно, как? Пока вы будете классификации составлять, все, это вот есть целые вот эти по уровням, там по всем этим делам, разряды можно выдавать. Мне кажется, мы привыкли так вот заниматься духовными практиками, что вот есть метод Иисус, это метод, Будда, это метод, а смотря ваши лекции, у меня складывается впечатление, что вы говорите о том, что есть короткий путь к просветлению. Не я говорю. Ну, у меня складывается впечатление, что есть к просветлению или к своему «я», для меня это тоже. Что нужно хакнуть ум сначала. Нет, это уже не короткий путь. Или избавиться от страха, а потом хакнуть. Тоже не короткий путь. Есть короткий путь? Ну, Я есть. Может быть, есть стратеги короткого путь? Ну, началось. Я вам сейчас хотел подсказать, а вы меня столкнули, и я теперь не буду подсказывать, потому что вижу, что вам это не нужно. Неодолите дуальность, скажите. Солнце встало. Это же не дуальность. А дальше вы как хотите, так и понимаете. Оно, походу, и не садилось. Молодец. Оно, говорят, вообще просто светит и все. О! Это дополнение к предыдущему. Солнце светит. Войдите в эту фразу. Прямо сейчас. Не надо играть. Никакого Будды пути нету. Ты есть Будда. Я про это говорил, что мы не мы я. Есть индивидуальный путь у каждого. Нет, у кого видишь, начал разделяться. Ты есть этот путь. Прямо сейчас его должен сделать самым коротким способом. Не отвлекаясь ни на что. А ты хочешь сейчас его каким-то образом удлинить. Не отвлекайся. Ты есть этот нигде этого пути нет. Ты путь и истина. Прямо сейчас. Ты уже есть. Вот прямо сейчас он происходит. Не удлиняй его. Не вставляй никаких дополнительных сегментов. Ты уже есть этот путь и и вести на прямо сейчас. . С одной стороны, ничего вставлять не надо, но с другой стороны, говорю, ни в коем случае нельзя расслабляться. То есть типа так вот, я сам медитировал. Нет, ты есть путь и истина, прямо Христос. Огненное сознание. Сидишь одесну отца, ну, он огонь, а ты его свет. Твое внимание так делает. Наше внимание — это Христос сознание чистейшее, рождающее все миры, дающие им жизнь, образность и все остальное. Прямо вот сейчас, вот в это мгновение, ты из этого места уже рождаешь всю бытийственность. Никакого другого там дополнительных сюжетов нету. Ты только мешаешь, как только появляется, сразу начинаешь отворачиваться от этого состояния. Как сделать там, чтобы он личико-то сказал и побежал? Чего-чего-чего? Здесь. А, чудес хотите, что ли? Нет, чудес не будет. Ты тоже удивлял, иначе ему попер. Ну, началось. Ну, это, я не знаю, Копперфильд живой еще или нет? Сходите на его шоу. Какое шоу? А вдруг он по-настоящему летает? Вроде бы в церкви мне один человек рассказывал реально. Вот. Так что идите на... Ну, это, я этого не видел. Ну, а даже если я сейчас пролечу, а вы не увидите... Понятие, что вы не верующие. Да, вы начнете. Дайте я вас за ногу подержу, когда вы летаете. Я что-то не заметил. Я же буду летать очень быстро. Почему? А, вам надо медленно, чтобы я летал? Успеть заметить. А, чтобы вы успели заметить. Он не будет держаться за ногами. Не бояться упасть. Ну, вот и начались какие-то... Вы это делаете прямо вот сейчас. Я говорю, то, что вот этот мир сейчас уплотняется в вашей мысли... Это чудес не любых полетов. Это невозможная вещь. Вы из ничего создаете и удерживаете Вселенную. Просто это мега-колдовство. Это хуже, чем летать по воздуху. Вы сейчас из ничего громоздите мироздание. Вы, не я, не Христос, вы своим вниманием сейчас все миры проявляете и тут же тупите нещадно. Чудо дайте мне, чудо. Чудо дайте, да. Так вот оно чудо-то сейчас и происходит. Вы сейчас живете. Причем, вот такое вот... Ты живешь, понимаешь? Ты. Не кто-то. Не где-то. А ты. Ты. Ты.